Дорогие братья и сестры, приветствуем вас славным именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, да будет прославлен Всевышний Бог Отец и Господь наш Иисус Христос нашими сердцами и нашей жизнью. Перед тем, как мы с вами начнем следующую очередную тему, хотелось бы передать приветы от наших братьев и сестер, которые смотрят нас, любят нас и желают передавать приветы в общении быть, в духе, а также и в эфире. Передает привет группа из Новосибирской области, сестра Светлана, село Новобиево. Она просит, чтобы о них молиться, об их духовном состоянии, о том, чтобы они были объединены и служили Всевышнему Богу. Также привет передает сестра из Эстонии, сестра Ирина. Передает привет сестра Ольга Бочарова из Воронежа. Привет передает Мария и Оксана из Коломыи, а также присоединилась и сестра Вера из Коломыи. Примите привет от брата Михаила из Белоруссии, город Могилев. Нас приветствует также Германия, это сестра Елена, брат Эрвин и ихняя мама. Приветствует нас город Севастополь, город-герой. Также приветствует нас Михаил и Лидия, наш брат и сестра из Америки, штат Вашингтон. Брат Валерий из Риги передает привет, а также приветы от всех тех, которые прислали мне лично приветствие с субботним днем. Поэтому мы всех вас приветствуем. Если у вас есть приветы личные, можете передать тоже. Примите привет из Молдовы. Сестра Юля нас приветствует. Спасибо. Страна Молдова приветствует нас, сестричка Юлия. Поэтому мы благодарны за ваши приветы. Пусть Бог вас благословит. Мы рады вас слышать и рады принимать приветы ваши. Так что и мы вас приветствуем в Господе нашем Иисусе Христе. А теперь мы с вами переходим к теме номер два. Под общим и тем же заглавием, которое было предыдущее. Десятина камень преткновения для многих. Тема номер два. Прежде чем, как я начну говорить в этой теме, я хотел бы поблагодарить всех тех, которые просматривают и которые пишут комментарии под видео. Я хочу вам сказать о том, что мы коснемся тех вопросов, которые вы там написали. Будет все сказано досконально во всех тех аспектах и высказанных ваших мнениях. Это в будущем. Потому что мы будем с вами идти пошагово по библейских истинах. А также и мы затронем и высказывания из духа пророчества. Я думаю, что мы все вам расскажем и покажем то, что вы нам задаете эти вопросы. Мы благодарны вам, что вы не безразличны. И какие бы эти вопросы ни были, это говорит о том, что вы интересуетесь и что вы или защищаете свое понятие, или вы ищете истину. Но далее Бог усмотрит каждому из вас из этого прочитанного, услышанного сделать общий вывод. Человек имеет право на собственный вывод и собственное мнение. Но мы должны все-таки придерживаться мнения нашего Господа, которое изложено в Священном Писании. Итак, из предыдущей темы, я как бы напоминаю, для того, чтобы перейти в эту тему, мы с вами поняли. Мы поняли с вами о том, что для нас является приоритетом соло-скриптура. Библия и только Библия. И мы должны иметь акцент в этом понятии. Библия и только Библия. В настоящее время очень популярна дискуссия о десятине, актуальна она или не актуальна. Мы тоже с вами рассматривали. Мы также поняли, почему десятинщики начинают свое объяснение с времени Авраама. То, что мы с вами проходили. Мы также поняли, что задолго до Левицкого храмового служения в Вавилонии уже протековалось десятипроцентное благодарение между людьми. Или же почтение в десятипроцентовой форме. Мы также поняли, что глава семьи в патриархальном периоде является также как главой семейства и священником Бога Всевышнего. Ранне христианская отступническая уже церковь, по пророческим данным и историческим, мы знаем, что церковь первоспостольская, она впоследствии стала отступнической церковью. И начала внедрять десятины ветхозаветние, которые были во время Христа, но впоследствии они утратили свои значения. И, как мы с вами говорили, на Турском и Маконских соборах в 567 году было внедрено с последующим принуждением. Поэтому задается вопрос, почему? По человеческому измышлению десятины начали изыматься из всего дохода, что противоречит словам, установленного самим Богом. Левитов 27.30, о чем мы с вами читали. Также мы с вами приблизились к тому, что писал апостол Павел в 7 главе к послании к евреям. Итак, мы с вами вспомнили, что мы вчера слышали. Сегодня мы будем продолжать с вами изучать седьмую главу книги «Откровения» и сравнивать ее параллельно с переводом «Иврит», который у нас есть, для того, чтобы нам было больше и лучше понятно. Сегодня мы должны на основании Библии с разумным подходом изучить это письмо «Послание к евреям». Мы знаем, что апостолы, они писали письма. Вот эти письма, которые сегодня у нас есть в Новом Завете, это все было письмо, адресованное кому-то. Было адресовано Коринфян, Галатам, письма апостола Петра по отношению к израильскому народу, Павлу и все остальные. Это все письма, это назидания, которые апостолы писали и отправляли для этой группы людей. Итак, мы сегодня с вами разумным подходом приходим к этому письму, который апостол Павел написал именно евреям. Но когда мы с вами читаем в Еврите, это письмо было послано в Иерусалим, то есть в центр еврейской религиозной культуры, где находились все, кто? Книжники, фарисеи и в основном элита духовная, которая принадлежала иудаизму и те, которые были уже половинчато христианами. И апостол Павел пишет это письмо для них. Мы должны с вами всегда, когда мы читаем эти письма, не просто прочитывать и думать, что это Библия, это Слово Божие. Да, это они писали под вдохновением Святого Духа Божия. Но мы должны всегда помнить, почему, зачем было написано это письмо, почему было написано, причина, что хотел донести апостол Павел, почему были указаны сравнения и с какой целью. Если мы с вами будем читать так Библию изучать, нам все будет понятно. Но если мы будем просто эти письма читать, просто прочитали и что-то отсюда взяли для себя и говорить, вот апостол Павел написал вот это и вот это, но мы не знаем, с какой целью он написал в то время им, для чего, в чем была причина, в чем цель этого письма написанного, тогда для нас это будет просто как сегодня выборочно, берут вот эти тексты из этих писем, как мы привыкли говорить Священное Писание, и для себя они начинают как бы строить вот свое такое личное мнение. Так как мы должны изучать Священное Писание, тогда нам будет все ясно, понятно, верно, и будут исчерпаны все вопросы, которые могли становиться сомнением и неуверенностью, если мы будем в таком плане изучать Священное Писание. Апостол Павел именно писал тем, кто всю жизнь практиковал десятинный взнос. Когда мы с вами читаем послание к евреям или же письмо к евреям, мы знаем с вами, что евреи знали, что такое десятина и с чего она должна приноситься. Поэтому мы, когда читаем, это не говорит о том, что апостол Павел им напоминал, что братья евреи, вы забыли о десятине. И я вам напоминаю, здесь совсем другая речь, о которой мы с вами дальше будем рассматривать. Мы видим, что здесь апостол Павел показывает нечто другое, подчеркнув тем, что было значимо в их религии. То есть апостол Павел говорит о десятинах, но он здесь имеет стержень знания или же того, что он хотел поделиться с евреями, в Иерусалиме, именно другого смысла, то есть центрального стержневого понятия, то, что они отвергали. Иудеи, ветхозаветние, которые жили по закону и должны были нести десятины левитам, они это делали. Как мы вчера говорили, что 70 лет еще продолжалось жертвоприношение и приношение десятин и всего того, что было сопряжено с этим законом. Но здесь апостол Павел упоминает десятины не для того, чтобы мы отсюда взяли и сказали, вот смотрите, апостол Павел написал о десятинах, вот надо нам тоже, потому что он здесь акцентирует, о чем мы дальше будем говорить и прочитывать эти тексты. Поэтому мы видим и должны увидеть здесь главную мысль, или же вот стержень, что хотел апостол Павел донести до иудеев. Не десятину, а что-то другое, о чем мы будем с вами далее рассматривать. Поэтому мы начинаем рассматривать послание к евреям, седьмая глава. Читаем. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама, благословил его возвращавшуюся после поражения царей. Да, прочитали мы этот текст и вчера, и мы поняли, что его встретил Мелхиседек, о котором мы вчера с вами говорили, и вы поняли, кто это был. Второй текст говорит следующее, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени, царь правды, а потом царь Салима, то есть царь мира. Итак, мы, читая этот второй текст, мы с вами возвращаемся в бытие 14 глава. Мы должны прочитать здесь. 11-12 текст и 16-й. «И победили, взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Здесь идет речь о чем? О том, что эти, можно сказать, мародеры пришли и все отобрали. Читаем 16-й. «И возвратил все имущество Лота, и сородника своего имущества его возвратил также и женщин, и народ». Читаем дальше. 17-й и дальше эту историю. Но когда мы с вами рассматриваем эту историю, мы видим, что Авраам, спасая Лота, возвращает его имущество. Поэтому мы должны видеть, что было возвращено. Читаем. «Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера, и царей бывших с ним, царь Содомский, вышел ему навстречу в долину Шавы, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, о чем мы с вами говорили, почему он был священник Бога Всевышнего. «И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». И тут вот этот двадцатый текст играет роковую, как бы сказать, вот такую забитый гвоздь именно в учении Десятины. Когда многие те, которые проповедуют или же рассказывают о Десятине, они начинают как бы точку отсчета своей идеи именно с этого момента, что Авраам дал десятую часть из всего. Ну, дальше здесь рассказывается об Аврааме, что он отказался от всего этого, потому что предлагали ему, чтобы он взял себе за эти его труды, которые он сделал, возвращение. Теперь мы с вами снова возвращаемся к этому понятию. Для того, чтобы утвердить представление о значении Десятины, некоторые говорят, что это сам был Иисус Христос в лице Мелкиседека. Я не знаю, слышали ли вы или нет, но лично мне договорили, что когда, мол, идет речь о Мелхиседеке и проскальзывает эта идея, идея проскальзывает в том, что говорят, что это был сам Иисус Христос. Для того, чтобы утвердить вот эту идею, они настолько начинают доказывать из третьего текста, они начинают это взять, начинают брать. Здесь сказано, что о Мелкиседеке во второй тексте мы изучали, и третий текст говорит о нем. «Без отца, без матери, без родословия не имеющей, ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». И говорит, вот видите, о ком здесь идет речь? Здесь речь идет о ком? О Сыне Божьем. Сам Иисус Христос встретил Авраама, и Авраам ему дал от всего десятину. Теперь задается логический вопрос. Зачем надо было личности небесного происхождения, вот эти все отобранные, которые были ограблены, эти народы, что там они грабили? Посуду, палатки, шерсть, кожу, ну там пищу, там пшеницу, может какие-то семена, вот это все. То есть в то время это было богатством. И вот они ограбили. И вот когда мы читаем о том, что Авраам взял самые наилучшие из этих куч и отдал Мелхиседеку, задается вопрос, зачем нужно было Иисусу Христу вот это человеческое барахло? Нет никакого смысла. Давайте мы с вами будем читать перевод с Еврита. Перевод с Еврита, ну имеется ввиду на Еврита, а с Еврита на наш русский. И нет никаких, то есть об Мелхиседеке, и нет никаких сведений о его отце, о матери, прародителях, рождении и смерти. Но подобно сыну Элохим, он остается коганом навечно. Итак, мы видим, что в евритском понятии здесь более ясно описывается история этого Мелхиседека. Когда мы дальше более углубляемся в познании этой личности, есть предположение, что это является Сим, Сим, Хам и Афет. Что это Сим, то есть родословие, и что он жил в период, как бы, еще 150 лет во время Авраама. Но это просто предположение. Давайте мы не будем основываться только на предположениях, догадках, тех вычислениях, а просто мы с вами подумаем логически, о чем здесь сказано в этом переводе еврите. что о Мелхиседеке нет никаких сведений. Это был человек, но сведений нет. Когда мы читаем с вами о израильском народе, вы знаете, что когда мы находим и приходим в Библии, там родословие Иисуса Христа, родословие от Адама, и мы часто что делаем? Перелистываем. Там читают имена, тот родил того, тот родил того, тот родил того, нам это неинтересно, мы это перескакиваем и читаем дальше. Так вот, в еврейской нации у них есть родословное, и тот, который входил в родословное, он считался иудеем или же потомком, как бы детем Авраама, отца Авраама. Это было очень значимо в их понимании, он был как бы сородич их. Но когда здесь идет речь о Мелхиседеке, мы видим, что этот человек, он не входил в родословию, потому что родословие не было, начинается вот, от Адама и дальше, 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 но он не вошел в родословную вот этого библейского познания, и сказано о чем, что нет сведений об его отце и матери, прародителях, рождении и смерти, ничего неизвестно. Поэтому нам не надо придумывать или предугадывать, кто это был и что, но люди как бы чуть-чуть как бы стараются все-таки внедрить. Если, например, день рождения Иисуса Христа, это плотское день рождения, Бог утаил, так сегодня люди высчитали себе. Понимаете, вот такое свойственное человеческое понятие. Но здесь, когда мы читаем в синодальном переводе без отца, без матери, без родословия, они говорят, вот видите, а кто это мог быть? Это мог быть кто? Иисус, да? Потому что он Бог, он безначальный, он бесконечный, он вечный, точно этот текст подходит к Богу Иисусу. Но мы хотим сказать следующее. Если такая трактовка третьего текста есть у тех антитринитарий, которые верят, что Иисус Христос имеет начало от предвечности, значит, этот текст опровергает ваши понятия по отношению к этой личности Мелхиседеку. И то, что вы хотите утвердить этим текстом, говоря, что вот видите, Авраам дал самому Иисусу Христу десятину. Вы глубоко ошибаетесь. Авраам дал десятину человеку, который был угоден Богу, и который является прообразом или же отображением и подобно сыну Элохим. То есть подобен. почему так происходит и почему апостол Павел начинает именно писать в седьмой главе по отношению иудейского народа. Читаем дальше в Ювелите. Подумайте только, насколько велик он был, то есть Мелхиседек, даже патриарх Авраам отдал ему десятую часть лучших трофеев. Теперь задается вопрос. У нас параллельно мы будем изучать, почему апостол Павел здесь именно применяет о десятине об Мелхиседеке и Аврааме и другую сторону мы будем изучать, что собой представляют десятины. Когда мы с вами вчера читали Левитам 27.30 там сказано о том, что Бог ясно сказал, что десятины должны состоять из чего? Из плодов земли, то есть от земли и от дерев, семена, те, которые приносят плод. Теперь же задается вопрос, если патриарх Авраам отдал десятину из лучших трофеев, то тогда о чем это говорит? Что он поступил против веления Бога. Бог требует десятину от земли и от плодов деревьев. Поэтому здесь никак нет состыковки о той десятине, которую мы имеем в служении ветхозаветным храмовом служении, но это имеет как бы отблеск того понятия, которое мы с вами вчера говорили, что в то время было значимо десяти процентовое благодарение. И поэтому мы видим, почему патриарх Авраам отдал эту десятую часть этих трофеев, которые он отобрал у тех грабителей. И там было что? То, что мы перечисляем. Домашняя утварь, там мешки может быть с каким-то продуктами, с семенами, и все вместе взятая шерсть, и все остальное. Далее читаем. Далее потомки леви, левитов, ставшие каганим, то есть левитами, священниками, имеют в Торе заповедь брать от народа десятую часть дохода, то есть со своих собственных братьев, несмотря на то, что те тоже происходят от Авраама. Итак, мы смотрим, внимательно как бы вслушаемся и вдумываемся, что хотел апостол Павел этим сказать. Апостол Павел хотел сказать в четвертом тексте, что видите, как велик тот, которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Это синодальный. И поэтому, возвращаясь обратно он в иудейство, обращаясь к левитам, то есть к сынов левиных, имеют заповедь брать по закону десятину народа, то есть со своих братьев. Но дальше он в шестом тексте, он бы как бы вступление вот это делает, он в шестом дальше говорит, но сей не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Шестой текст верите. Однако Мелхиседек, не будучи потомком леви, взял с Авраама десятую часть, которую, кроме того, он благословил Авраама, получившего обещание от Илохим. И так мы видим, вот как бы глубина этого смысла. Апостол Павел хотел иудейскому народу или же Израилю сказать, что если они понимали, что десятину имеют право только брать сыны Левия, и что только от ихнего происхождения должен произойти некто, потому что мы знаем, что они отвергли Иисуса Христа, то дальше мы будем читать, и тут я уже как бы вступаю, как бы вам чуть-чуть открывая занавес всего этого, апостол Павел хотел сказать, что мелхиседек, он не являлся потомком из колена левицкого, то есть он был совсем другим потомком, то есть ответвление другое. Что здесь апостол Павел хотел сказать евреям именно вот этим пониманием, что мелхиседек, он не был левицкого происхождения. Читаем дальше. И без всякого же прикословия меньший благословляется большим. То есть мы видим, что апостол Павел мелхиседека в лице Иисуса Христа, он показывает его, что мелхиседек благословил Авраама, и что Авраам меньше и зависим от большего. Здесь в этом тексте так и сказано. И восьмой текст. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Поэтому читая эти слова, к чему приводит апостол Павел внимание этих иудеев к тому, чтобы они давали десятины не левицкого происхождения, или же для того, чтобы именно этими десятинами, которые они считали и подчеркивали левицкое служение, он хотел подчеркнуть, что появится некто, который не является с левицкого происхождения, то есть колено, но он является большим Авраама. Читаем девятый текст. Итак, сказать, сам левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. И тут вот этот текст как бы загадочно звучит для нашего понятия. Читаем еврите. Можно пойти еще дальше и отметить, что левий, который сам получает десятую часть, заплатил десятину в лице Авраама. Поэтому Авраам, когда был, левитов еще не существовало. И десятый текст нам подтверждает, ибо он был еще в чреслах отца, когда мелкий сидек встретил его. Кто был в чреслах? Левий, да? Колено левия, которое произошло от него. О чем это говорит? Это говорит о том, что он еще не родился, он еще не произошел от Авраама, но Авраам, давший вот эту десятину, то есть это левит, который в последующем будет служителем перед Богом и который будет также давать десятину священнику высшему. Мы знаем, что левиты получали десятину и из этой десятины они отдавали еще одну десятину священнослужителям, то есть колену Аронову. Поэтому здесь апостол Павел говорит, что еще не было левита, когда он еще был в будущем запланированным Богом в чреслах Авраама, то в лице Авраама он уже дал. То есть что хочет апостол Павел сказать? Что вы будучи левитами над вами есть некто старший, некто больший, благословляющий, которому вы должны отдавать вот эту десятину или же вот это почтение в том понятии, которое было в Вавилонии, то, что мы с вами говорили вчера. И вот это почтение и благодарение оно было в лице Авраама. Читаем дальше. Итак, одиннадцатый текст. Если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще была нужда восставать иному священнику по чину мелхиседека, но не по чину Аарона именоваться. Читаем в Еврите. Следовательно, если бы было возможно достигнуть цель через систему Каганим, восходящую к Леве, так как в связи с этой системой народу была дарована Тора. То есть, когда началась система левитская, была дарована Тора. Тора это закон. Когда мы читаем в этой Торе в законе, это левитам, которые мы вчера читали эти тексты, где Бог четко и ясно указал для израильского народа, что они должны приносить в дом хранилище десятины и строго то, что сказал Бог. Тогда читаем дальше. Для чего нужен был бы Каген иного рода, о котором сказано, что он сравним с мелхиседеком и отличен от Аарона. Итак, мы читаем иврит, читаем синодальный и нам становится более ясно и понятно, что хотел апостол Павел донести к евреям, еврейской нации или же священникам религиозности ихней. Он хотел донести, что если бы совершенство достигало посредством этого ихнего левицкого служения, которое совершалось в храме, и что с ними был сопряжен закон, то есть закон народа, закон подчинялся этому всему служению, этому храму, то какая была бы еще нужда восставать иному священнику по чину мелхиседека. И вот почему здесь вспоминается вот это имя Мелхиседек и то, что о нем его имя значило, и что и кого он представлял в отображении себя. Он представлял Иисуса Христа, что Иисус Христос совсем является от другого колена, колена Иудина, не левицкого. И когда мы читаем книгу Левитом, Веткий Завет, по отношению служения храмового, если, например, кто-то хотел из другого колена быть служением в храме, и он посягнул и вошел в храм и прикоснулся к тем инвентарю и всему этому служению, что с этим человеком надо было сделать по закону Божьему? Убить. Он осквернил, потому что Бог сказал, что только левиты должны там быть и колено Ааронова. Поэтому апостол Павел здесь для израильского народа, он представляет другого священника, не с левицкого рода, а по чину мелхиседека, и о ком он говорит? Кто это? Это Иисус Христос, который по родословной от Давида происходит от колена Иудина, который не имеет ничего общего к служению, левицкому служению по отношению храмового служения. Поэтому, когда здесь апостол Павел начинает говорить о десятинах, кто кому принес, зачем он дал, вот это все, что он хотел этим сказать? Он хотел подчеркнуть, какой Авраам послушный был в десятине и дал мелхиседеку, о котором они одни представляют, что это сам Христос был, а другие говорят, а мы не знаем, кто это, но главное, что он дал. Что здесь хотел апостол Павел показать? Он хотел показать, начиная отсчет постепенно, так как мы вот с вами начинаем изучать, что именно восстанет другой первосвященник, который старше и выше всех, и Авраама тоже. И дальше, когда мы с вами читаем двенадцатый текст, но прежде чем мы с вами прочитаем двенадцатый, тут все на дальних ваших Библиях, пожалуйста, откройте седьмую главу, и там мелкими буквами такое написано, как бы, заглавие, то есть, смысловое заглавие, что будет в этой главе. И вот одиннадцатый текст, здесь как подзаглавлен автор, написал, «Господь наш воссиял из колена Иудина и отменил левицкое служение». И мы с этим все согласны, говорим, да, зертвоприношения не надо, левицкого служения не надо. И поэтому читаем уже двенадцатый текст, потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. В Еврите сказано двенадцатый текст, «Ибо если система Каганим была преобразована, непременно должно произойти преобразование и Торы». Поэтому, что хотел апостол Павел сказать религиозникам того времени? Что ваше служение пришло к концу, что у нас есть другой первосвященник, что у нас есть другая личность, которая заменила вот это все храмовое служение. Вы понимаете, в чем тут смысл? И тринадцатый текст, «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику». То, что мы с вами говорили. Если бы кто-то приступил к жертвеннику, его бы сразу уничтожили, убили. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Моисей ничего не говорил в то время». И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстанет священник иной. То есть мы видим, что вот одиннадцатый текст и все это говорит, что послание к евреям в седьмой главе нам говорит, что храмовое служение с левитами, с теми десятинами, которые Авраам давал свое время Мелхиседеку, которые народ израильский приносил в храм, в сокровищницу, которые они поддерживали храмовое служение, служение левитское, служение ароновое, священников, первосвященника, который избирался, что хотел сказать апостол Павел в седьмой главе к евреям, что это все закончилось, и что первосвященником нашим является совсем из другого колена, не Левия, а Иудина, и мы должны переключиться уже на новую фазу понимания о том, что мы имеем первосвященника другого, и вот об этом другом первосвященнике мы будем с вами дальше изучать. И в шестнадцатой тексте сказано, который таков не по колену заповеди плотской, но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствована, ты священник вовек по чину мелхиседека. что за смысл по чину мелхиседека, что ты не из этого колена, ты из другого, которое здесь сказано, что о мелхиседеке, что он не имел ни отца, ни матери, и не знали, когда родился, когда умер, и когда в том смысле. То есть от другого колена, совсем от другого. Поэтому, когда мы с вами изучаем, 18 текст сказано, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Итак, мы читаем вот эти слова, что такое заповедь? Это повеление, да? Бог дал нам 10 заповедей. 10 заповедей это его воля, это его повеление. Но тут есть заповедь именно о служении. Давайте как это звучит и в рите. Итак, с одной стороны, предписание, данное ранее, упраздняется по причине своей слабости и бесполезности. Что упраздняется? Упраздняется храмовое служение с левицким служением, со священнослужителями и со всей той системой жертвоприношения, которое было в иудаизме до какого времени? до распятия Иисуса Христа. Когда мы с вами читаем историю, как происходило распятие, мы с вами там читаем, что во время распятия, когда Иисус Христос был на кресте, что произошло в храме? жертва убежала и было разорвано заново между святое и святое и святых сверху донизу, о чем говорит, что это было неестественным образом, что там не тянулись снизу двое, а именно сверху было, а это здание было, ну, это высокое, так что мы видим здесь вмешательство самого Бога. Что Бог хотел показать израильским священникам именно тем, что жертва убежала и была разорвана вот эта занавесь между этими отделениями. Что кончилось это служение земное храмовое служение. Поэтому мы видим, что здесь апостол Павел пишет иудеям, что то, что вы продолжаете делать в храме, оно что? Оно бесполезно, оно имеет свою слабость и бесполезность и упраздняется, оно уже не нужно. А теперь мы как бы прилагаем логику к этому всему и думаем. Если апостол Павел пишет иудеям, храмовое служение уже пришло в негодность, в понятии служения. Священники, первосвященники не нужны, потому что есть у нас кто? Иисус Христос, как и священник, как и первосвященник, как и ходатай. Если же не нужны эти священники, зачем там нужны левиты, которые бы там носили дрова, эти жертвы мыли, все делали, и там они все обслуживали. Зачем нужны? Если там не проводится служение, это жертвоприношение, которое не должно было проводиться, значит не нужны. Если не нужны все эти, которые совершали служение, то задается вопрос, зачем же им нужно пропитание, и зачем им нужны эти животные, если там не производится ни жертвоприношений, они там не живут, они там не работают в служении, ничего. А оказывается, что это отменено, а десятины остались, и десятины кочуют в церкви до настоящего времени. И когда мы с вами читали вчера, и сегодня я вам напоминал, что эти постановления на Турском и Маконском соборах в 567 году, это 567 год после апостольской церкви, что они начали делать? Они начали перетягивать те иудейские десятины левицкие в свою христианскую церковь. Зачем? И как мы с вами вчера говорили, что там эти власти имущие имели что? Что на это, на то и на содержание духовенства. Ну конечно им хорошо получать эти десятины этому духовенству, жить в роскоши, и эта масса людей, которые под принуждением смерти, как мы саксы там придумали, они им приносили эти десятины, эти налоги, и эта элита, она себя просто першествовала. Религия, церковь, стала бизнесом. Поэтому, когда мы сегодня с вами читаем вот эти слова апостола Павла, и когда мы правильно думаем, то задается вопрос, если апостол Павел ясно говорит, что совсем из другого колена, совсем не то, что по причине вот этого перемену священства необходимой перемене закона, что жертвоприношения не нужны, не имеют никакой смысла, и все остальное, а вот десятины имеют смысл до сегодняшнего дня, и они живы, как говорится, был, есть и буду, и они будут их перетаскивать. К сожалению, когда мы наблюдаем сегодня многие харизматические движения, которые возникают, когда мы, например, раньше встречались, когда, ну еще, как говорится, в молодости разговаривал еще с пятидесятниками, баптистами, они смеялись, говорят, ой, у вас в адвентизме вы десятины еврейские, приносите, у нас этого нету, мы по новому завету, а я бы хотел сегодня обратиться, если меня будут слушать эти пятидесятники, баптисты, как вы оевреились уже сегодня, что у вас уже увели десятины, они тоже увели, почему? Те посмотрели их руководители, что в движении адвентизма есть десятины, и это очень неплохо, и они постепенно увели и в баптизме, в пятидесятничестве, в харизматии, у них тоже есть десятины, и все перетянули эти еврейские десятины сюда, в новый завет, и в это наше время, и все начинают, доказывают, как говорится, точка отсчета, вот это, как говорится, начинается от Авраама и Мелхиседека, и люди сидят и слушают, и думают, да, если Авраам дал, если вот то, задается вопрос, что Авраам дал, если, например, вы работаете, ну, в карьере, и вы, например, вот эти плиточки там обтесываете, вот наберите вот тачку этих камней, и привезите своему пастору, высыпьте, говорит, вот это моя десятая часть тебе камнями, но почему-то они не хотят, хотя Бог сказал, что десятины, они должны быть чем? натурой, не деньгами, а натурой, и если даже иудей, который шел на Пасху, в Иерусалим, или на те праздники, которые они приходили со всего, со всего этой страны, для того, чтобы принести жертвы, принести десятину, и это было раз в год, десятина раз в год неслась, то если он жил далеко, например, если, вот, например, у нас центр этого всего, и там кто-то из Дальнего Востока хочет приехать и принести десятину, что он делал? Он продавал этих животных там у себя, брал серебро, золото, ехал в Иерусалим и на месте покупал согласно проданному этих животных, и он приводил этих животных левитам, которые специально были вот такие кошары, такие там стойбища для крупного рогатого скота, скота, где они содержались для того, чтобы впоследствии приносить десятину. Задается вопрос, почему сегодня люди, которые отстаивают десятину, не придерживаются этих библейских постановлений? Сказал Бог натурой? Пожалуйста, натурой, хотите вы картошки? Найте вам картошки, найте вам морковки, кто, если хотите от всего, как вот мы читали вчера, вот, например, Бог сказал от земли и от дерева, это то, что можно съесть, а потом они что на этих соборах придумали? От всего. И вот представьте себе, что человек, например, чем-то занимается, там делает окна, двери, как отец Иисуса Христа Иосифа, и вот вы за год сколько там вы сделали? 30 дверей, все, три двери взяли на плечи и потащили, говорит, вот на тебе десятину дверьми. Но этого же нету, понимаете? И как вот человек начинает вот это извращать те постановления Божии, которые Бог сказал по отношению того времени, когда было храмовое служение. Поэтому апостол Павел, именно обращаясь в этой седьмой главе, он начинает объяснять, в чем же дело, почему это происходит. И здесь не является центром или гвоздем всего того десятина. Здесь является центром, что появляется новый первосвященник, который отменяет все. И священство, и левитство, и жертвоприношение, и десятины, и храмовое служение, потому что сказал Иисус Христос самарянки, как будут поклоняться, где, на горе Герезим, в Иерусалиме, или будут поклоняться истинные поклонники в духе и истине. И дальше в Новом Завете, как написано, как говорил Христос, где двое или трое соберутся во имя мое, я буду среди них. Иисус Христос храмовое служение отменил, именно храмовое, но продолжает быть, что синагоги, или же в нашем переводе являются это дома молитвы, где собираются двое, трое, пять, десять, двадцать, сколько их там есть. Поэтому, читая дальше, девятнадцатый, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Итак, если мы будем не рассуждая думать, и как мы прочитали, что закон ничего не довел до совершенства, то значит, что? Как говорят баптисты-пейсядники, нам закон не нужен, да? Другая крайность. Мы должны, вот понимаете, как апостол Павел пишет, мы должны правильно рассуждать, о каком законе говорит здесь апостол Павел, о законе жертвоприношения левицкого служения и все, что сопряжено, а сопряжено, что касается этого служения, оно пришло в негодность и в ненужность, и как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину мелхиседека, о ком клялся Всевышний Бог, о своем Сыне, что он станет по чину мелхиседека с другого колена, не с колена левия, и что он будет священником вовек. Кем является сегодня Иисус Христос для нас? Первосвященник, ходатавящий за наши грехи во Святое и Святых в небесном Иерусалиме. То лучшего завета поручителем состоялся Иисус. 22 текст Еврит. Это также говорит о том, насколько лучше тот договор, поручителем которого стал Иешуа. Итак, мы видим смысл обращение письме апостола Павла к евреям. Что он хотел донести в этом 22 тексте? Что лучший поручитель это Иисус, но не первосвященник с аронового колена. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала их прибывать одному, то есть, ну, жить вечно. А сей как пребывающий вечно имеет и священство непереходящее. Поэтому к чему эта седьмая глава приводит нас, объясняя евреям, что есть другой. И в чем была причина, помните, когда мы с вами говорили, причина в том, что они не понимали, как давать десятину, или причина в том, что они не принимали Иисуса Христа как первосвященника, как того ходатая и того, кто заменил все вот это храмовое служение вместе с взятых и священников, и левитов, и первосвященников, и жертвоприношения, и все остальное. Да, он именно подводил к этому понятию, потому что евреи не принимали Иисуса Христа. Но когда сегодня те, которые начинают отстаивать десятину и берут именно послание к евреям и читают здесь вот эти тексты, что дал Авраам Мелкеседеку десятину, и что там вот это вот о десятине, они повырывали эти тексты, говорят, вот видите, Авраам дал, отец Израиля, он даже дал десятину, и оттуда во Бог учредил, и потом левитам читают, и дальше, что мы дальше будем еще изучать, мы дойдем к этому, это не просто там, как говорится, из двух тем, нас тем будет много, мы затронем темы из Духа Пророчества, из всего, из Нового Завета, мы затронем темы из-за тех, которые являются благовестниками, из-за того вала жернующего, который не закрывать рта, который там молотит, мы все это коснемся, на все есть библейские и правильные логические ответы, потому что сегодня многие скомпилировав вот это все, предоставляют вот такой, как в этих соборах, и эти соборы, которые на Турском, Маконском соборах, они себя попридумывали, добавили, долепили, и сделали вот такое постановление, о чем мы дальше будем с вами рассуждать, поэтому, когда мы с вами читаем эту седьмую главу, мы ее завершать сейчас будем, 25 текст, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, кем является Иисус Христос? Ходатаем, и я хочу здесь напомнить, и как говорится, еще ткнуть тем, которые отвергают, что Иисус Христос не является первосвященником в небесном святилище, я хочу подчеркнуть, что вы тоже глубоко ошибаетесь наряду с теми, которые отставят и другую точку зрения, поэтому Иисус Христос является нашим ходатаем до сих пор, потому что Он жив и ходатайствует, и Он является как жертвой, так и первосвященником, служащим перед Всевышним Богом, который защищает нас, и Он наш адвокат. Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный к злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Это апостол Павел пишет евреям, и так мы с вами начинаем, вот поняли, почему он начинает эту седьмую главу, начиная от Авраама и Мелхиседека, чтобы донести до них вот это все, почему мы с вами начинаем именно для того, чтобы вот сказать о десятине, как о камне преткновения с Авраама, с Мелхиседека. Если я мог бы сказать сразу по Новому Завету проповедь одну раз и все, как говорится, отрубил и все. Но мы начинаем также вот таким, такой манерой, как апостол Павел, для того, чтобы нам было доступно и мы могли постепенно доходить и увидеть центр значимости той десятины или незначимости, или что-то есть другое. Если же, например, в то время посредством храмового служения народ израильский он получал прощение? Получал. А если пришел Иисус Христос, через кого он должен получать? Через Иисуса, да? А то отменяется. Если в то время были десятины для того, чтобы существовал вот этот храм и все служение, так что вы думаете, что Бог не предусмотрел в Новом Завете замену десятинам чем-то другим? Конечно, Он предусмотрел, и мы об этом будем говорить, но это уже не те десятины, которые сегодня нас пугают Малахией третьей главой, проклятием двухэтажным, и которые приводят примеры Светхого Завета храмового служения десятинами, это не то. Бог заменил священников, которые умирали вечным священником, заменил десятины, которые были до своего времени, заменил другой системой, которой она должна быть в Новом Завете, и которой пользовались апостолы и первоапостольская церковь. Но дальше, уже в пятом веке, начиная, когда церковь начала скатываться все ниже и ниже, когда люди увидели, что церковь становится блудницей, когда верные свидетели отошли от церкви, и они ее уже не поддерживали, то, что церковь сделала, вынуждена была, смертную казнь ввести, чтобы каждый давал эту десятину, чтобы они существовали. Почему? Потому что люди, видя это духовный упадок, они не хотели поддерживать вот это блудодейство духовное, то они сделали насильственным. Вот так же происходит и в другом понятии, как и сегодня, что церковь падает, церковь уходит, а десятины надо поддерживать. И человек думает, кого же я поддерживаю? Отступников? Как мне быть? Но мы видим, что Бог всегда находит замену, и те, которые думают, что если десятины не надо, то значит все, ничего, мы свободны. Нет, Бог для вас тоже предучел другое, о чем мы будем дальше об этом говорить. Поэтому, читая дальше, 27-й текст, которые не имеют нужды ежедневно, как те первосвященники приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесши в жертву самого себя. Ибо закон постановляет первосвященникам человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Итак, мы с вами поняли из седьмой главы, что апостол Павел не имел здесь цели возвысить десятины Авраамовы, которые не соответствовали постановлению Божьему, потому что Авраам принес из этих куч, то есть на каждой, например, там, ну, на верблюде, на повозке какой-то, эти кучи, какие были, там, понакидали, там, этих трофеев, что он отобрал. Он поснимал это все и отдал Мелхиседеку там кастрюли, ковры и все остальное, ну, что было у них, что у них ограбили. Это не есть десятина Божья. Это он отдал то, что мы с вами говорили, в благодарность за то, что Мелхиседек его благословил. Он его отблагодарил. Но когда вот эта система переходит дальше и когда Бог ее применяет уже в храмовом служении в Левицком, то Бог четко указал, с чего должна быть десятина, с чего и как давать. Каждое десятое проходящее под жезлом. Если у вас есть десять коров, то вы должны дать сколько десятину? Одну корову, да? А если вы продали этих десять коров и в настоящем времени, какую десятину вы должны дать? Со всех десяти. То есть не одну, а со всех десяти. Поэтому когда мы с вами начинаем вот это рассматривать, что уже из всего, и как начинают перекручивать, что из всего, то уже из курицы, из утки, и даже есть такие, говорят, вот что курица в субботу снесла яичко, это не мое, это Божье. И они это откладывают, что в субботу снесли, это вне десятины, это все Божье. Но это их личное дело. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что люди просто не понимают Писание, и люди поступают так, как их учат. Поэтому мы с вами завершаем наше рассуждение седьмой главы, и мы поняли, что седьмая глава, она говорит не о десятинах, но она говорит о нашем первосвященнике, и она посредством этой встречи Авраама и всего этого доказывает о том, что наш первосвященник Иисус Христос коленом исходит от Иудиного колена. Поэтому все те, которые стараются седьмую главу взять пару текстов для того, чтобы слепить десятину, пожалуйста, ищите центр, что здесь записано, а там, когда мы дальше будем с вами изучать о десятине, где будет центром десятина, мы будем рассматривать именно о десятине. Поэтому я обращаюсь ко всем вам. Если вы хотите написать в комментарии, задать вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы не в будущем, что мы еще не проходили, и о чем не говорили, а именно о сегодняшней теме. пишите о вчерашней теме сказанном, о сегодняшней теме пишите о седьмой главе. Если что-то вам непонятно, или что-то вы не согласны, именно по седьмой главе, но не надо писать, что а как там говорили тогда и тогда, а как писала там Елена Уайт, то и то. Мы дойдем и до Елены Уайт, как она писала, мы дойдем до всего, и Нового Завета, и во время Христа, и во время первоапостольской церкви, все это будет ясно рассмотрено, поэтому пожалуйста, только по седьмой главе, что вам было непонятно, или с чем вы не согласны. Пусть добрый Бог благословит вас, до встречи в следующем эфире.